Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Екатерина Царанок, я директор Modern Education and Research Institute. В нашем институте мы занимаемся изучением внедрения инноваций в образование, а также вопросов академической дипломатии. Несколько недель назад мы подготовили и опубликовали для вас видео про хип-хоп-педагогику с танцем в стиле тьютинг. Многие преподаватели сочли это видео достаточно забавным и решили опробовать данный педагогический метод со своими студентами. И даже прислали нам видеозаписи данных выступлений и танцев в стиле тьютинг. Это было очень весело, и мы решили подготовить к новогодним рождественским праздникам вот такую вот видеокомпиляцию записей о Mary Dance или танце в стиле хип-хоп, который мы разработали. Мы предлагаем и вам, дорогие друзья, коллеги, поучаствовать вот в этом флешмобе, опробовать метод хип-хоп-педагогики со своими студентами и прислать нам видеозапись того, что у вас получится. Ссылку на инструкции вы можете найти в описании под этим видео. Были, конечно, и коллеги, которые скептически отнеслись к применению данного педагогического метода на нашем культурном пространстве. Ведь хип-хоп не является нашей аутентичной субкультурой. Это точка зрения, и она весьма спорная, ведь наши брейкеры занимают, причем регулярно занимают призовые места на международных чемпионатах. С нашими граффити за рубежом уже давно хорошо знакомы и ценят их. Наш рэп давно уже ничем не уступает среднемировому. У нас даже есть свои скретч-гении. Кроме того, сегодня мы просто окружены и взяты в плен всевозможными блогерами, инсклюенсерами, хастлерами. Хочу напомнить, что понятие хастлер очень сильно трансформировалось с 80-х годов прошлого века. Но именно хастлеры стали родоначальниками хип-хоп-культуры. Это я говорю для того, чтобы показать вам, уважаемые друзья и коллеги, насколько широко данная культура вплетена в нашу обыденность. Хип-хоп как интернет. Мы его не видим, но он есть. В этом небольшом фрагменте вы видите, как преподает Рон Кларк. Этого преподавателя часто называют феноменальным человеком и учителем нации. Про него поставлен художественный фильм «Триумф. История Рона Кларка», который, кстати, можно посмотреть совершенно в свободном доступе в YouTube в переводе на русский язык. Посмотрите, пожалуйста, на протяжении всего фрагмента Рон Кларк танцует хип-хоп. И, конечно, здесь можно сказать, но он же работает с детьми, а мы работаем со студентами. А я скажу, что нам только кажется, что мы выросли. На самом деле мы по-прежнему продолжаем играть, фантазировать, веселиться. Кстати, там же, где мы с вами видели Рона Кларка танцующим хип-хоп, проходят самые популярные в Америке курсы повышения квалификации для преподавателей. Более 50 тысяч преподавателей прошли повышение квалификации в Академии Рона Кларка. На этих занятиях нет лекций. Программа состоит из посещения реальных занятий и наблюдения за тем, как они проводятся в данной Академии, а также потом группового обсуждения увиденного. Рон Кларк опубликовал серию книг с советами для преподавателей, родителей и учеников. За гонорар с одной только своей книги он купил здание и организовал там школу для детей из малоимущих семей. Из этого же гонорара он оплачивает и зарплату сотрудникам школы. Приведем несколько рекомендаций для преподавателей из книги Рона Кларка, которые, может быть, не являются очевидными, но очень высоко поднимают уровень преподавателя, делая из учителя наставника. Рекомендация первая. Учащимся следует ставить низкие оценки, если они не заслужили высокие. Кларк никогда не ставит хороших оценок просто за старания. Отличные оценки он ставит только за выдающиеся достижения. Уровень требований в Академии Кларка настолько высок, что очень многие ученики, приходя из других школ и получая там хорошие оценки высокие, вдруг скатываются по оценкам и получают, в принципе, не очень высокий результат в Академии Кларка поначалу. Многие ошибочно полагают, что оценки отражают академическое достижение, но это определенно не так. Нередко, не всегда, но нередко оценки отражают всего лишь нежелание преподавателя вызвать недовольство администрации или гнев учащихся. Главная проблема не только для Рона Кларка, но, я думаю, для каждого из нас в сфере образования, это то, что студенты предпочитают хорошее образование, но с отличными оценками, вместо выдающегося феноменального образования, но с удовлетворительными оценками. Конечно, Кларк здесь делает поправку на то, что требования и критерии оценок должны быть согласованы с администрацией учебного заведения и должны быть в открытой, очень доступной форме, коммуницированной студентам. Вот тогда, когда все участвующие, все, так сказать, актеры системы образования предупреждены и осведомлены, это позволит избежать конфликтов в будущем при выставлении низкой оценки. Рекомендация номер два. Определите свои ожидания, а затем поднимите план. Чем больше вы требуете, тем лучше будет результат. Ориентация на средних студентов, она понятна, она нам кажется логичной, но она ошибочна. Одаренные студенты начинают скучать на вашем занятии, и все занятие становится посредственным. Требования преподавателя должны быть вызовом прежде всего для одаренных студентов на вашем курсе, а потом уже для всех остальных учащихся. Нужно, безусловно, находить способы мотивации учащихся стремиться вот к этим вот высоким академическим результатам. И это огромный вызов, это серьезнейший вызов для преподавателя. Нужно приложить просто огромные колоссальные усилия на поиск и реализацию новых методов обучения, которые будут веселыми, будут интересными, увлекательными. Требуйте от себя быть настолько инновационным, насколько вы сами не можете себе представить. Это цитата из книги Рона Кларк. Я приглашаю вас, дорогие друзья, вступить в членство Modern Education and Research Institute и получить в подарок программу повышения квалификации и модернизации деятельности преподавателя, где мы разбираем 14 цифровых инструментов для преподавания, изучив которые, вы сделаете свою деятельность интересной, увлекательной и профессиональной. Вот на этой неделе, в понедельник, мы стартовали уже пятый поток данной программы повышения квалификации, которая носит имя выдающейся советской ученой Милицы Васильевны Нечкиной. На сайте программы, которую вы также найдете в описании под этим видео, вы можете посмотреть отзывы коллег, которые уже прошли эту программу, а также можете увидеть примеры выпускных работ наших уважаемых преподавателей. Рекомендация номер три. Что же нам делать, чтобы мотивировать студентов? И здесь Рон Кларк советует относитесь к своим студентам так, как будто каждый из них станет президентом Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии, Украины, России, Беларуси или той страны, где вы в данный момент преподаете. Возможно, шансов на это и не так много, но видеть в студентах будущих президентов, бизнесменов, артистов, это не то же самое, что видеть в них молодежь с поведенческими и учебными проблемами. Рекомендация четыре. Будьте превосходны. Мы не можем требовать от студентов стремления к совершенству, если мы сами не стремимся к нему. Не сплетничайте, не опаздывайте, не спорьте по мелочам, пишите без грамматических ошибок, разговаривайте без орфоэпических ошибок, носите глаженную, опрятную одежду. Перед каждым занятием Рон Кларк задает себе следующие вопросы. Можно ли превести данное занятие лучше? Как можно использовать сложившуюся на занятии ситуацию для создания лучшего учебного момента? Что такое лучшие учебные моменты, вы узнаете из нашего открытого тренинга «Инновационная педагогика» 2021 года. Далее. Готов ли я к любой проблеме, которая может возникнуть во время занятия? И самый важный вопрос. Приготовил ли я все, что мог, к данному занятию превосходно? Такие вопросы мы можем тоже с вами задавать себе, уважаемые коллеги, и таким образом становиться ролевой моделью не только для наших коллег по учебному заведению, но и для студентов, мотивируя их становиться высокими профессионалами в их карьерном росте. Ну что же, уважаемые друзья, это всего лишь некоторые из многочисленных рекомендаций Рона Кларка. Но неважно, будете ли вы следовать советам Рона Кларка или, может быть, примеру какого-то другого выдающегося педагога, преподавателя, который вам нравится, который вас восхищает. Самое важное помнить, что вот как, например, в медицине есть такой принцип «не навреди», так и в преподавании есть главный базовый принцип «делай не человеку лучше, а человека лучше». До встречи в новых видео!